Я считаю, что творческая личность, она все берет со временем, и виртуозность, и технику, как говорится, и чувство стиля, потому что все-таки это какое-то определенное, конечно, развитие внутреннее. Бывают прекрасные ромки, вы сами знаете, которые мало что могут. Бывают и неактивные, внешние, может быть, даже нескладные, но с годами, с развитием, с интересом, который рождается, конечно, бесконечной работой. Преодолеваются совершенно невероятные вещи. Мне важнее, чтобы они сфразировали так естественно, как они говорят, чтобы они прозвучали осмысленно, а не просто в рыбе. Вы знаете, просто, во-первых, огромная благодарность вам за ваш потрясающий труд. Я эту программу хочу сохранить, потому что когда-то все вот эти товарищи были лавиатами, я бы, да, вот я их слышала еще маленькие. Вы все знаете, что в классической музыке все украшения насилие на доме. Вот не так, да? Покажи, как нужно. Да. 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 Вот так, да. Ну, миниатически надо, старший уже обязательно укрепляет партии. Причем самым отвратительным способом. Сейчас я вам могу показать. Вот берется левая педаль. Каждый палец его положит. Да-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А потом еще такой вот беспалый такой. Это для судьбы. Когда ощущение клавиатуры беспалое. А после этого поиграть. Когда мышцы сами по себе, то есть пальцы укрепляются, а мышцы не перенапрягаются. Вот такая есть такая триада. Когда укрепляются пальцы. Особенно вытюду хорохманиного листа и шапочка. Урок хорошо тоже начинается традиционно. То есть я его начинаю с гамм. Я сегодня вам покажу два варианта гамм. Это то, с чего я попыталась экспериментировать со своей малышкой. Хотя я далеко не со всеми малышами это делаю. Это опять же индивидуально. Кто-то может начинать в пять лет с гаммой. С кем-то стоит это делать. С кем-то, наверное, необязательно это делать. Движение от одной ноты играть. И по два раза. А потом уже в прямом движении по четыре октавы. И сегодня я попрошу по одному разу играть. А вообще, думаю, я прошу играть по два раза опять за уединением дна. Пожалуйста, сыграем я до мажор. В разные стороны будет добра. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ТЕЛЕФät ХАЙ 함 ТЕЛЕФА 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 Тут я прошу просто, чтобы подкладывался раньше немножко первый пальчик, и потом он не валится на бочок, да, а второй. Музыка, искусство, абстрактная душа, понятие тоже абстрактное, так что же, собственно, общего? И вот наши думающие дети, хочу вам поделиться, с вами поделиться этим, пишут так. И в психологии, и в музыке задействованы главные человеческие стихии, интеллект и душа. Я буквально цитирую. Имя. В музыку человек вкладывает душу, а психологию ее изучают. Имя. Сначала душа, а потом не почувствует, нельзя сыграть. И когда музыкант, исполняя произведение, вкладывает душу, то слушатели обязательно прочувствуют эту волну. Или еще одно из лечений. Иногда говорят, его игра очень психологична. Значит, между музыкой и психологией есть прямая связь, которая влияет на внутреннее состояние человека. И если бы совершенно перейди на начало, да? На эту... Вот, 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 вот. Вот, 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 вот Возьми аккорд. Чем больше я работаю, преподавать им фон сквоз, тем лучше я понимаю, что научить ему почти невозможно. То есть это очень тяжело. Там студент может выучить свою программу, сыграть ее в слово прекрасно. В той или иной степени лучше, хуже, неважно. Но слушать не только себя, но еще быть вместе с кем-то, это, конечно, талант особенный. Он, в общем, данный всем. Когда нет совсем таких данных, это дело, конечно, очень тяжело. И приходится прибегать к таким, знаете, как я назову, химическим элементам. Типа что-то здесь вот расставь, здесь, ну, в общем, каким-то, не совсем музыкальным, как говорится, еще. Но другого пути нет, потому что для нас, в общем, ну, результат все-таки, это очень важная вещь. Вообще, вот, опять же, из своего опыта концертмейстерства я пришла к такому выводу, что находчивость – это один из, ну, очень, одна, очень важных компонентов, который совершенно необходим к концертмейстерству. Почему? Ну, потому что, как бы, знаете, звучит может все, что угодно. Там, Крек забыл, текст перескочил куда-то или напротив, что-то, в общем, не вступил. Мы должны сделать вид, что все замечательно. И, в общем, как говорится, никто не должен, публика не должна, в общем, как бы понять, да, что происходит, что-то не то. Есть одна общая такая история, что, с одной стороны, да, музыка такая в целом лирическая, конечно. У них есть кульминации. Кульминации, они такие очень широкие, очень насыщенные, очень наполненные, особенно, по прочным партям. У них нет, к сожалению. Я сейчас про детали не говорю, так, про грязную педаль тоже. Из-за этого вся часть носит такой немножко характер чрезмерно полутонулый. Она, говорит, рождается, откуда-то из полутонулых, из этих каких-то призрачных колокольных взводов, а потом она уже выдерживает. Она уже не выдерживает, она всегда так и остается там, за бальтом. Ну, чуть-чуть не боишься. А чего боишься? Да, ну, не в силе, да, а в глубине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.